всем привет привет всем снова приветствовать на канале роли млевы сегодня речь пойдет о моем новом телефоне так как многие уже знают те кто подписан на мой контакт и на мой инстаграм те уже знают то что я приобрел на днях себе новый телефон ну то есть смартфон приобрел я себе xiaomi redmi note 5a версии на 64 гигабайта вот собственно этот красавец у меня он в цвете gold то есть он идет значит вперед у него передняя панель у него белого цвета а зад у него считается как бы золотым ну на самом деле конечно золотым я бы его не назвал ну вот камера конечно не передает но на самом деле у аппарата вот это вот задняя крышка да она имеет такой немного просто как бы золотой оттенок но не но не чисто золотой цвет как многие могут как бы подумать когда то есть видят название данной модели как бы допустим в интернете да вот значит в этом видео не будет как бы никакого полноценного обзора на данный смартфон так как на эту модель и так очень много обзоров есть на ю тубе постольку поскольку данная модель очень так сказать распространена и имеется на нее как бы хороший спрос и это я вам скажу совершенно не зря телефон очень действительно хороший так что то у нас тут действительно аппарат очень достойный за такие деньги продается данный аппарат от 12 везде разных регионах разных магазинов по разному от 12 до 15 тысяч рублей продается данный аппарат в общем я телефонам очень доволен просто очень доволен значит что значит здесь есть значит здесь имеется камера со вспышкой на 16 мегапикселей сканер печатка пальцев который очень прекрасно работает я вот прикладываю палец и телефон сразу же мгновенно разблокирован фронтальная камера также на 16 я немножко попутал задняя камера значит на 13 мегапикселей а передняя на 16 мегапикселей здесь так вот такой вот камера фона как бы селфи фон здесь упор на переднюю камеру здесь передняя камера лучше чем собственно задняя и здесь на передней камере имеется вспышка что очень очень удобно просто просто вот так вот значит здесь 4 гигабайта оперативы Snapdragon 435 процессор восьмиядерный вот и 64 гигабайта памяти в телефоне флешку я хоть и поставил как бы свою из старого телефона но чисто поставил потому что у меня там были кое-какие нужные мне файлы рабочие файлы там фотографии и все прочее если бы не как бы не нужно было это все перенести как бы в принципе палите вот и 64 гигабайта вот вот так вот за глаза еще какое примечание у данной модели здесь значит сейчас конечно доставать мне не хочется лень здесь значит корпус смартфона неразборный здесь значит идет слот который вытаскивается как обычная иголочкой вот и вот этот очень конечно сяоми молодцы в этом плане он значит этот слот идет во всю ширину значит смартфона и там три ячейки теперь идет три ячейки то есть вы можете поставить и две сим-карты и карту памяти то есть вам не нужно жертвы допустим ставить как раньше это было то есть либо две симки либо одну симку и одну флешку ставили теперь значит можно поставить все одновременно и не париться и не что-то там не приклеить и приклеивать как многие делали всякие колхозы чтобы было одновременно работали и флешки две и синьки две и флешка часто перед данным опоротива по крайней мере этого делать теперь не нужно полноценный трехразъемный слот это очень конечно круто главное когда вытаскиваешь нужно аккуратно не сломать поскольку он такой длинный и И такой он немножечко, немножечко хлипкий. Поэтому надо аккуратненько. Ну вы же не будете, как говорится, каждый день его открывать, доставать. Я вот вставил как бы всё. И открывать в ближайшее время больше не собираюсь. Не вижу в этом никакого смысла. Вот. У меня на телефоне наклеена осталась транспортировочная плёнка. Я её не снимала и снимать пока не собираюсь. Она мне очень понравилась. Она матовая. На ней не видно никаких, хотя, это самое, не видно никаких следов от пальцев. Хотя, все говорят на обзорах про данную модель. И пишут, что там за плёнкой на стекле олеофобное покрытие. И как бы тоже не оставляет следов на экране от пальцев. Но, не знаю, пока похожу с плёнкой. Пока похожу с плёнкой. Мне нравится эта плёнка. Через неё всё очень прекрасно, замечательно видно. Конечно, камера моя, моего старого смартфона, это передать не может. Но, поверьте, видит всё, как бы всё очень классно. Всё классно отображается. В общем, плёнка ни граммы не искажает ничего. В общем, пока хожу так. Очень я со смартфоном доволен. Всё летает, всё идеально открывается. По поводу игр. У меня пока установлено только три игры. Из больших, из серьёзных, как бы, производительных игр. Родная игра, это NetForce Pit No Limit гоночки. Как бы, игрушка летит без каких-либо лагов, без каких-либо проблем. Фпс не замерял, но по виду где-то 40-50 фпс на максималках идёт. Есть небольшие притормаживания в интерфейсе игры, но это уже дело не в смартфоне. Это уже дело в оптимизации софта самой игры. Потому что я видел данную игру у людей ещё на более дорогих устройствах. Эта игра, она тоже у них тормозит именно в интерфейсе. Когда заходишь в саму гонку, там всё летит без проблем. Ну, как только начинаешь перемещаться по меню игры, там гараж, там всё прочее, там какие-то настройки, там покупки, там тюнинг и всё прочее, там почему-то идут лаги. Почему разработчики игры за столько времени существования данной игры это не поправят, непонятно. Но вот такая проблема существует. Это не проблема смартфона. Вот. Так что вот так. Очень нравится здесь мне Bluetooth. У меня вот на этом телефоне, на котором я сейчас, на котором я сейчас снимаю своё видео, кстати, снимаю последний раз, следующие видео уже будут выходить уже с этого смартфона, с более качественной картинкой и звуком. Вот. Что ж я хотел сказать, что, блин, перебил свою мысль. А, да. По поводу Bluetooth. Извиняюсь за заминку. В общем, Bluetooth вот на этом аппарате, Huawei Honor C3 Lite, вот, Bluetooth работал крайне плохо. На самом деле, вот я всё время, как бы, парился. То часы теряет браслет Xiaomi, то гарнитуру теряет, то невозможно подключиться к наушникам. В общем, постоянно какие-то проблемы. Постоянно чё-то виснет, тупит. Плохо работал Bluetooth. На этом аппарате Bluetooth работает идеально. Просто вот только включаешь гарнитуру, сразу клик, всё. Сразу видит телефон, сразу сопряжение. Абсолютно никаких проблем. Очень классный Bluetooth здесь. Что ещё? Ну, это уже говорил, очень отзывчивый сканер отпечатка пальцев. Только вот так вот приложил, всё уже без проблем. Можно прикладывать в любом положении пальцев. Хоть так, хоть так, хоть так. 360 градусов. То есть, запоминает 5 пальцев. Можно запрограммировать 5 пальцев. У меня запрограммирован один указательный. Мне, как бы, удобно не хватает. Но есть возможность запрограммировать 5 пальцев. Вы можете, допустим, 3 на этой руке, допустим, 2 на этой руке. Любые 5 пальцев, короче, можно запрограммировать. Или, допустим, каждый палец из вселенной вашей семьи, допустим, палец жены, палец детей и так далее, если вам это нужно. Вот. Вот такие вот, собственно, дела. А, да, что ещё хотелось отметить? Ну, конечно, это благодаря процессору, благодаря 4-м гигам оперативы, это понятно, очень корректно работают фон, фон, как бы, как бы сказать, фоновые приложения. То есть, вот, например, вот, допустим, открываю я контакт. Да, сейчас он загрузил. Говорит, сейчас он загрузится. Что тут ему грузиться? На этом телефоне загрузится за одну секунду. Вот, допустим, открою я контакт, да? Предположим, да. Сейчас я сверну, допустим, ещё открою Инстаграм. Вот, открою Инстаграм. На, в бурсом вот этом моём телефоне Хронер Сетри Вайт, допустим, ты вот переключаешься, значит, на другое приложение, да? И он уже его открывает по-новой. То есть, он тебе не открывает с той страницы, вот, допустим, страницы сообщений, да? Открою страницу сообщений. Ну, не по сообщений, а контактов своих. Потом свернул, допустим, и пришёл на Инстаграм. После этого, как бы, открываешь опять контакт, и он уже тебе не страницу контактов открывает, а главную страницу новостей, потому что он загрузился, как бы, по-новой. Контакт загрузился по-новой. Так, как будто ты его только что открыл. То есть, этот аппарат, он не держал в фоне вообще практически ничего. Максимум два приложения, и то бывали сбои, а то и одно приложение. Он держал в фоне. Больше в фоне не держал. Там, как бы, они в фоне считались, они висели, но когда ты открываешь, он перезагружает его заново, то есть, с главной страницы. Здесь, я не видел ещё этого ни одного раза. То есть, я по пять, по семь приложений обновлений запускал, и запускал игру, всё это сворачивал, и всё это возвращал на ту страницу, на которую я свернул. То есть, без всяких проблем. Это говорит, конечно, о хорошей производительности данного процессора, и о том, что ему хватает 4 гигага оператива, вот так вот слегка ему хватает. В общем, больше сказать-то мне нечего. Я же говорю, что это у нас не полноценный обзор, а так просто моё мнение о данном аппарате. Поэтому сильно долго разглагольствовать не буду. Вот ещё только что скажу. Вспомнил, что для меня, по крайней мере, важно и нужно. Здесь есть и капот. Многие скажут, да нахрен он нужен, это прошедший, как говорится, вектор и пыр, да нахрен он упал. Но данная функция очень удобна тем, что здесь есть, даже есть встроенное приложение, можно скачать любые другие. Называется Mi Pult. Приложение Mi Pult, то есть вы, короче говоря, вы можете управлять своей домашней техникой со смартфона, не используя пульт. Я настроил свой телевизор, который у меня находится в спальне, и управляю теперь им без пульта от телевизора. Это крайне удобно, не надо вставать, когда ты забыл пульт взять со стола, ты как бы лежишь себе с одним телефоном и в интернете как бы блудишь, и телевизором управляешь. Это, на мой взгляд, очень удобно, очень классно. В общем, вот это вот такая вот, для меня, по крайней мере, не знаю для кого как, для меня функция полезная, мне понравилась. Вот. Если не устроить, допустим, ми-пульт приложение, да, как бы, которое предназначено для этой функции, можно скачать любые другие, на плей-маркете их просто завались, этих приложений, пультовых, как говорится, да. Вот. Ну вот, в общем-то, как бы, всё. Я такое вот обобщающее видео решил снять, как бы, обзоров на данную модель и без меня хватает. Кому интересно, поищите на ютубе их просто море. На разные версии, на 32 гига, на 16 гигов, на 64 гига. Эта модель выпускается в трёх версиях. Вот. На, где 16 гигабайт накопитель, там оперативная память и 2 гигабайта, где 32 накопитель, там оперативная память и 3 гигабайт и вот эта версия 4,64. Но, на мой взгляд, конечно, на данный момент, как бы, по тому софту, который сейчас выходит и обновляется, там, тот же контакт, инстаграм, гугл хром, да, нужно, конечно, не менее 4 гигов оперативы. Потому что, уже, ну, такой слот сейчас стал, что всё это развивается и 2 гигабайта оперативы, это уже вообще ничего не тянет. Нет, ну, тянет, конечно, ну, крайне, крайне, не, 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 как бы, не комфортно пользоваться 2 гигами оперативы. 4 гига, это, конечно, в Москве, да, ещё, в сочетании с 8-миядерным процессором, это вообще бомба. А, вот ещё очень, что хотел сказать, очень важное, забыл. Значит, смотрите, здесь вот две такие сеточки на задней, ну, на нижней части, да, это значит, здесь, кстати, зарядка не Type-C, а Micro-USB, что, опять же, для меня очень удобно. Многие обзорщики отметили то, что вот почему на данном аппарате не Type-C, а для меня, например, наоборот, у меня вот все кабели дома, все Micro-USB, для меня гораздо удобнее, чтобы разъём был Micro-USB, поэтому я очень доволен, что здесь именно Micro-USB. Не вижу ничего такого сверхъестественного в этом Type-C, почему все за него так радеют и все его нахваливают, я, честно говоря, не понимаю. Micro-USB, по-моему, привычнее и удобнее и как бы функциональнее. Вот, значит, здесь, значит, у нас находится динамик, а вот здесь, ребята, находится микрофон. Смотрите, какое большое и широкое, как говорится, отверстие, ну, оно не одно сплошное, много-много дырочек, и благодаря этому у микрофона очень качественный, очень-очень хороший, очень хороший смысл. Я пробовал отправлять голосовые сообщения в Viber, ВКонтакте, и прочее, совершенно другое качество, нежели было вот на этом моём телефоне Honor C3 Live. Очень, микрофон очень качественный, и когда я с кем-то разговариваю по телефону, когда звоню кому-то с этого телефона первый раз, абонент, даже не зная того, что я сменил телефон, сразу отмечает, говорит, а что тебя, как классно слышно стало. То есть, как бы, вот такая вот тема. Ну, вот и всё. Итак, я что-то видос затянул, хотел немножечко, опручиваясь, аж на 17 минут. Пишите своё мнение об данном аппарате, если оно у кого-то имеется. Может быть, у кого-то уже есть такой телефон, так что давайте обменяемся, как говорится, ощущениями, мнениями. Вот. В общем, подписывайтесь на канал, те, кто ещё не подписан. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Впереди нас, как всегда, ждёт много нового и интересного. Всем пока, ребята. До встречи в следующих видео.